В этом видеоуроке мы разберем с вами, как можно добавлять различные изображения стилей Эмоджи в свои Twitter сообщения. Для этого нам понадобится онлайн сервис i2 Symbol. Ссылку на этот сервис, а также ссылку на обзор этого сервиса на моем сайте вы найдете в описании к данному видео. Итак, заходим на главную страницу сервиса i2 Symbol. Сверху мы видим окошко в виде такого, которое стилизовано под окошко Twitter. И снизу все Эмоджи-картинки у нас разделены на ряд категорий. Картинки на тему любви, людей, природы, объекты, различные места достопримечательностей и какие-то специальные символы. Если вы подведете мышь к какой-нибудь картинке, то появится ее всплывающее описание. Оно на английском, но для тех, кто не знает английского языка, в общем-то это небольшая проблема. Потому что выбирайте те картинки, которые вам больше нравятся и вставляйте их в свое сообщение. Чтобы вставить картинку в сообщение, нужно просто щелкнуть на нее левой кнопкой мыши. Вот таким вот образом. Видите, они сразу появляются в этом окошке. Также сверху появляется еще отдельная категория символов под названием Recent Symbols. Это те Эмоджи-картинки, которые вы использовали в последнее время. Картинки можно убирать, те которые уже вставлены, а также можно добавлять какой-то произвольный текст, просто набирая его на клавиатуре. Итак, давайте сделаем небольшое сообщение в виде Эмоджи с текстом и отправим его в свой твиттер. Выберем несколько картинок. Ну, что-нибудь в таком роде. Здесь есть переключатель для тех, кто пишет на арабском. Ну, соответственно, все символы отображаются не слева направо, а справа на слева. Да, кстати, кириллица прекрасно поддерживается, поэтому сообщения на русском языке можно спокойно писать. После того, как вы набрали картинки, которые вы хотите использовать, написали текст, нажимайте кнопку Tweet. Вы будете автоматически перемещены на страницу твиттера. Если вы уже там залогинены, если нет, то возникнет такое окошко авторизации, где вам нужно авторизоваться на сервисе твиттер. Я уже предварительно здесь авторизовался, поэтому меня перекидывает на окошко редактирования моего твитта. Вот что такое с помощью i2-символ, мы пока не будем рассматривать, я это покажу чуть позже. Как видите, вот эти вот эмоджи-картинки, они отображаются в виде квадратиков таких пустых. Ничего страшного нет, все в порядке. Когда твиттер-сообщение будет опубликовано, картинки появятся. Нажимайте кнопку твитнуть. Все, ваш твит опубликован. И вот можно увидеть вот наше сообщение. Картинки, как видите, прекрасно отображаются, никаких белых квадратиков. По умолчанию, ко всем сообщениям, которые вы делаете с помощью сервиса i2-символ, добавляется вот такая вот надпись с помощью собачка i2-символ. Естественно, в твиттере это выглядит не очень красиво, и можно от этой надписи избавиться. Для этого, при отправке сообщения, просто удалите вот эту вот надпись в окошке редактирования. Нажимайте твитнуть. Давайте обновим нашу ленту. Все, видим это же самое сообщение, без надписи, свидетельствующей о том, с помощью кого сервиса было сделано это сообщение. Итак, друзья, на этом все. Теперь вы знаете, как легко можно использовать самые разнообразные эмоджи и картинки в своих сообщениях в твиттер. И сделать это буквально за пару секунд. Притом ваши читатели будут, конечно же, удивлены. Желаю вам удачи!